Всем привет, ребят! Я в таком образе, а это значит, что я наконец-то добралась до этого прекраснейшего, замечательнейшего, фантастически красивого сундука. Сразу покажу духи, они фантастически прекрасные, красивые, замечательные. Их флакончики — это отдельный вид искусства. Наверное, сейчас одни из самых красивых духов. Да, мне кажется, да. Что касается ароматов, они очень классные, мне нравятся. Очень классно я имею ввиду для флауэрновс, потому что в основном у них достаточно все легкое, такое нырящивое, либо наоборот, очень детские какие-то запахи. Вот это что-то среднее, очень хорошее, лайк, нормально, подходит. Здесь у меня ящик с двумя относительно интересными продуктами, не такими, как обычно, потому что это палетки теней для бровей. Сейчас аж загрузилась. И аж четыре варианта цветов консилер. Честно скажу, один из них — это вообще что-то из рада вон выходящего. Он очень белый, очень-очень белый. То есть даже для меня он светлый. Хотя на самом деле, когда мне нужно что-то высветлить, это прикольно, потому что очень редко могу найти что-то настолько выбеливающее. Остальные очень стандартные оттенки. И обычные три палетки теней, как у всех. Здесь очень теплая, она никуда. Я думаю, кто достаточно редко встречает историю для светлых девочек. Вот, пожалуйста. И тени, кстати, реально неплохие. Мне понравились, если не красила ими брови. И пока все на ура. Дальше далеко не буду уходить до три палетки. Они у меня на глазах. В целом, как и всегда, как обычно, Flower Nose. Стандартные обычные тени. Классные, супер-классные блестяшки. Но ничего прям вау-грандиозного. Но цвета, кстати, особенно в этой палетке, по-моему. Да, вот это. Это роскошь. Это роскошь. Очень красивые цветы. Так, в этом ящики у нас. Не буду все доставать. Но это прекраснейший, замечательный румяна. Опять же, все как обычно. В этот раз они снова тоже сухие. В предыдущей версии они были кремовые. В этот раз снова сухие. В принципе, хорошо пагментированные. Классический Flower Nose. Ничего из ряда вон. Просто хорошо. В общем, девять оттенков. Как всегда, опять большое количество продуктов для губ. Естественно, я даже не знаю, куда мне это все вымазывать. Потому что помадами я пользуюсь и вообще целыми даже блесками, которые, собственно, вот это и являются блески. Очень редко. Очень редко. Но фантастически красивая коробка в этот раз. Похожа на какой-то флакончик с каким-нибудь зельем или еще с чем-нибудь. Чисто так. Даже подмажем. Консистенция, кстати, очень приятная. Но мне не очень нравится этот вход в самое горлышко. Потому что он какой-то прям очень плотный. И, как кажется, сейчас уже этот спонжик внизу просто сломаешь пополам, потому что он тут не пропихивается. Три вот таких прекрасных зеркала. Можно посмотреться даже на себя, пока снимаешь. Для коллекции я, как всегда, лайк. Потому что это тоже такая моя отдельная категория любви. И я люблю теперь собирать зеркала. Бальзамчик с ложечкой. Вот такой прекрасный, замечательный ложечка. Отдельный респект. Очень нравится. Мне она прям как такая с флером историческим. Это бальзам. Я его еще не нюхала, даже не открывала. Да, боюсь, что сейчас он не растает на платье, а нет. Но он прям какой-то супер-супер жидкий, как будто кажется. Но надо пробовать это в любом случае только смывать макияж. Так, у нас тут идет расчесочка. Можно сейчас смыть быстренько крючочек. Раз, раз. Опять повторяюсь, как и всегда. Но это расчесочка чисто для видео. Как по мне. Потому что у нее достаточно цепляющиеся вот эти вот зубчики. Я такое не очень люблю. Как всегда, прекраснейшие кисти. Прекраснейшие, конечно, для меня в кавычках. Они супер милые, правда. Очень красивые. Очень мне нравятся. Но для меня они не супер функциональны. Просто, когда ты попользовался кистьями, которые тебе прям реально подходят для макияжа, вот эти уже, ну, как-то... Ну, они очень красивые, все берутся. Ну, и, конечно, как и всегда, тут миллион всяких вот этих вот приколюк. Моих любимых тут тоже много. Слава богу, я их очень люблю, обожаю. Прикольные спонжики. Ну, и вроде бы, как бы, на этом все. Спасибо, что посмотрели. Это был очень быстрый разговор. Ну, я надеюсь, вам понравится. И вы обязательно будете ждать следующее видео с распаковкой Лавы Нелс. Пока-пока! Пока-пока!